Я обращаюсь к президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко. Я обращаюсь к министру обороны. У меня есть один единственный вопрос. Сейчас мы находимся недалеко от Дебальсу. За спиной идет бой. Мы вывозим сейчас трехсотых, помогаем перегружать. Почему мы вывозим трехсотых официальных солдат, сбройных сил Украины на волонтерских машинах? Почему люди едут на передок сбройной силы Украины на разбитых в хлам, жигулях, волонтерских бусиках, газелях? Почему кугуары и все остальное, и даже обычные микроавтобусы, которые Минобороны обязаны предоставить бойцам, которые воюют, стоят почему-то в Киеве, а у нас нет войны до сих пор? Почему 25-й батальон не имеет ни одной машины для вывоза, нормального вывоза трехсотых? Нет ни одной машины на двух крайних позициях для того, чтобы завезти туда БК. Мы, волонтеры, завозим туда людям не только плюшки и пирожки, а даже боекомплект. Это неправильно, это нельзя по закону, но мы вынуждены это сделать. Сегодня 5 груз 300, 1 груз 200, это все в течение двух часов. И мы обязаны вывезти этих людей, чтобы они выжили на своих волонтерских машинах. Микроавтобус, приехавший из Харькова, АСАП, который стоит у нас за спиной, и так далее. И почему эта война происходит за народные деньги? Где бюджетные деньги выделены, которые должны полностью обеспечить жизнь бойцам? И почему сейчас мы стреляем, огрызаемся из стрелкового вооружения, хотя за спиной у нас работают сепарские бэхи, сепарские минометы тяжелые? Я говорю о том, что я знаю, что у меня за спиной 800 метров. Погибли сегодня хлопцы из батальона, добровольцы из 54-й бригады. У меня к вам вопрос. А что теперь будет с их семьями? Что они получат взамен? Медаль, награду? Или они как 99%, которые ушли на тот свет, за Украину, за страну, за богатую, нормальную, самодостаточную нацию, за нашу страну и за вашу страну, которую вы руководите? Что они получат? Семьи этих погибших? Или они опять безымянно испарятся? И где-то, может быть, в чьих-то сводках через пару дней где-то кто-то мелькнет, что да, там, раненый был. Может, все-таки пора как-то людям хотя бы благодарность оказывать, но не на словах, и не бумажками, и не грамотами, а хотя бы помочь их семьям, их детям, чтобы они не подыхали с голоду, лишившись кормильца. Вопрос. И к вам, господин президент, и к вам, министр обороны. Вы гаранты сохранности жизни солдат и сохранности Конституции.